Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее авское утро, да? Мы находимся в канун Тишаба-Ав, как бы в обычные годы очень это грустное утро, уже мы такие, вообще и даже сейчас мы должны уменьшать в радости, но, но, сейчас Шаббат, как все в жизни в этой, да, что все в жизни это, все перемешано, полутона, нет, к сожалению, такой ясности нету, где вот прям чисто черное, чисто белое. Тишаба-Ав выпадает на субботу, в субботу мы должны радоваться. Тишаба-Ав разрушение двух храмов, а еще день рождения Машеха будет, 9-го Ава. Все перемешано, это есть известнейшая история, когда стояли несколько мудрецов, включая рабиативы, стояли в Иерусалиме после разрушения храма, и они смотрели на то место, храмовая гора, все разрушено, храма нет, там все пожар, сгоревшее, вообще распаханное поле, и там, где была святая святых, выбегает лисица. Эти мудрецы начали плакать, рыдать, начали вообще, что как же вообще так, может быть, что самое святое место в мире, сейчас тут вообще лисы живут, и разруха такая. А рабиатива начал смеяться, начал он смеяться, они говорят, что же ты смеешься-то, а он говорит, а что же мне не смеяться. Если сбылось пророчество, что храм будет разрушен, значит, сбудется пророчество, что храм будет отстроен, значит, я уже нахожусь в следующем этапе, что храм будет отстроен. И, то есть, сегодня вот то же самое, примерно мы переживаем с 9 ава, что 9 ава выпадает на шаббат, и с одной стороны, с одной стороны, все так плохо, ну, как бы, 9 ава, мы должны скорбить, это самый скорбный день в году, а с другой стороны, шаббат, и можно в этот день, в шаббат, пить вино, значит, кушать мясо, вот такая вот история, да. Это я помню, у меня в субботу умер отец, захронули в раха, чтобы был вот этот урок, ему ли, луни, шамад, для поднятия его души, и, значит, и он умер в субботу, ночью, в 6 утра. И по законам, что если умирает в субботу, нужно продолжать в субботу, то есть, нельзя его не хоронить, ничего нельзя делать в субботу. И вот он лежал в субботу, мы сделали в этом доме, надо было там кедуш сделать, ну, как бы, сохранять все, все, с одной стороны, ты продолжаешь сохранять все законы субботы, а с другой стороны, мертвый человек лежит, отец лежит в комнате, значит, мертвый на полу, кладут на пол мертвого человека. Это было очень такое переживание, необычное такое вообще. И вот сегодня то же самое, только сегодня траур для еврейского народа и для всего мира траур, в принципе, разрушение храма. То есть это убрали из мира духовный Wi-Fi. Знаете как, вот сейчас, например, в каком-то доме отключи Wi-Fi, все будут в трауре, все скажут, вау, как же мы жить-то будем без Wi-Fi, без интернета. А это отключили духовный Wi-Fi всему миру. И мир опустился после этого. Вот обратите внимание, так и называлось Средневековье. И называлось это Средневековье, темные века, по-моему, какое-то было название. Средневековье было, как же оно называлось? В общем, Средневековье это было самое страшное время такое в истории мира. А потом наступил, назвали это Ренессанс, каким-то словом таким Ренессанс. После Средневековья вот этого вот темного времени. А потом, значит, Ренессанс, после этого наступила эпоха, эпоха, когда появился как раз вот хасидизм. Это где-то 300 лет назад, 1700 год, 300 лет назад. И когда открылся как раз хасидизм, пошла после этого, пошел божественный свет в мир опять. И пошла после этого технологическая революция. Вдруг люди такие сказали, ой, а что же мы, как же мы без паровоза-то жили? Давайте паровозы сделаем. Сделали паровозы. Потом говорят, а как же мы-то без электричества-то всю жизнь в этих, в темных средних веках сидели? Давай-ка электричество тоже сделаем. И пошло, то есть духовный рассвет, он стал началом, когда идет духовный свет, начинает после этого, все становится понятно. И пошли открытия, пошли открытия, пошли открытия. И сейчас каждым днем духовный свет усиливается и усиливается. И значит, мы скоро увидим раскрытие Машеха и Третий Крам. То есть настолько уже сильно духовный свет усиливается, что все становится ясно. Все маски снимаются. Скоро будет и маска этой вселенной тоже снимется. И мы увидим Всевышнего, который находится за маской этой вселенной. Все. Надеюсь, что в наше время. Отлично. Теперь дальше. А мы, так как мы находимся в авангарде распространения духовного света, напомню, что ВАИКРА, платформа ВАИКРА, мы усилители. Усилители вот этого ВАИКРА. Значит, интересно, я узнал совершенно неожиданно, как первый раз слово ВАИКРА встречается в Торе. Вот, обратите внимание, сейчас я вам покажу слово ВАИКРА, как встречается в Торе. Значит, оказывается, пятый отрывок книги Берешит, если вы откроете прямо начало Торы. Пятый отрывок, он начинается со слов. ВАИКРА, ЭЛОИМ, ЛАОР, ЙОМ, И назвал, и назвал всесильный, свет назвал днем. ВАИКРА, КАРА, ЛАЛА, А темноту он назвал ночью. ВАИКРА, 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 И был вечер, и было утро, день один. То есть, слово ВАИКРА, это, и сказал Бог свету, что свет будет днем. То есть, вот это наша миссия, наша функция ВАИКРА, мы платформа усиляющая божественный свет. И тоже, знаете, сейчас установили такие, есть такие коробочки, например, в одном месте есть Wi-Fi, и он дает сигнал. А где-то в комнате вдалеке сигнал слабый, так ставят туда в розетку, ставят такую специальную коробочку. Эта коробочка, она принимает сигнал Wi-Fi главного, и она усиливает этот Wi-Fi. И вот точно так же каждый из вас может усиливать тоже вот этот божественный свет, и вы берете, там делитесь уроками, можно делиться, можно их поддерживать, чтобы, например, за какой-то урок вам понравился, какого-то лектора, вы даете там 100 долларов, и говорите, вот 50 долларов дайте лектору, чтобы он кушал хорошо, чтобы у него силы были уроки проводить. А 50 долларов, пускай ВАИКРА на эти 50 долларов купит рекламу, и за эти 50 долларов, например, этот урок увидит там тысяча человек. Тысяча человек увидит этот урок, иначе Фейсбук не покажет его этим людям. То есть, за деньги мы должны уроки продвигать. И вы можете это сделать, например, в память о своем ушедшем родственнике, чтобы его душа, чтобы тот свет, который вы здесь включили, чтобы это как будто бы он включил. И ему хорошо, и вам хорошо, и людям хорошо, Всевышний доволен. И так мы приближаем приход Машеха и Третий Храм. Все. Это то, чем мы занимаемся, ВАИКРА. Теперь, значит, сегодня книга о Йом-Йом, 8 Минахим Ава, нам рассказывает следующие две идеи. Первая идея есть в молитвените в Сидуре, есть в конце, в конце молитвы уже мало кто это читает, но там есть такая, в конце утренней молитвы, есть такое напоминание. Есть шесть вещей, о которых вспоминают ежедневно. Значит, шесть вещей, о которых вспоминают ежедневно, это Захор и Тёма Шаббат, про Шаббат вспоминают ежедневно. Помню, что сделал тебе Амалек. Есть еще какие-то, вот, посмотрите в Сидуре, молитвените, посмотрите в конце, например, утренней молитвы. Давайте, ладно, уже мы посмотрим, что там реально есть, чтобы понять, какие шесть вещей нужно вспоминать ежедневно. Кстати, интересно, что, я думаю, что мало даже религиозных соблюдающих людей в конце молитвы смотрят на эти шесть вещей и вспоминают. И мало очень людей даже, которые молятся, я говорю про себя, например, которые в конце называются дополнение к утренней молитве. Например, есть дополнение «13 принципов веры», которые сформулировал Рамбам. И религиозный, по-настоящему верующий человек, он должен каждый день себе напоминать, что я верю полной верой, что Творец Благословенное имя Его создает и правит всеми творениями. И что Он один совершал и совершает и будет совершать все деяния. Это первый принцип веры, а там еще есть 12, всего 13. Теперь, а где же у нас шесть вещей, о которых нужно вспоминать каждый день? Вот видите, в этом молитвенке, который перевели на русский, в нем решили не вставлять эти шесть вещей, которые нужно вспоминать каждый день. Хорошо, значит, мы берем тогда более полный молитвенник. Так, верняюсь. Так, берем более полный. И, по всякой случае, возьмем Таилата Шемпан. Потому что... Так, видите, есть у меня сколько молитвенников. Вот это вот аж-тенадцати полный молитвенник. Это евреи, которые молятся по системе аж-тенадцатых евреев, как когда-то молились евреи, которые ушли в Германию. А это вот молитвенник, по которому Нусак Ари Акадош. Это Нусак, по которому молится Ахаббат. И называется он Нусак Ари Акадош. Там больше 20 лет. После Альтера Ребе он собирал, собирал тут все дополнения к этому молитвеннику. И он вот сделал такой очень Нусак. И вот тут точно есть. Тут точно есть вот эти вот шесть вещей, которых нужно вспоминать ежедневно. Вот. Секундочку. Шесть вещей, о которых нужно вспоминать. Видите? Давайте, кто помнит, например, может быть, Аша Шатадин сейчас, у него все это в памяти. Может, он каждый день вспоминал. И он может нам написать, например. Он может нам написать, чтобы мы не искали. Может, кто-то знает. Шесть вещей, о которых нужно вспоминать ежедневно. Это дополнение к молитве. Поэтому я не помню. Так. Вот. Шесть схеров. Нашел. Смотрите. Шесть вещей, которые нужно вспоминать ежедневно. Значит, первое. Чтобы ты, в Торе написано, чтобы ты вспоминал, чтобы ты вспоминал день выхода твоего из Египта все дни жизни твоей. Прямо в Торе написано. Обязательно нужно это вспоминать. И написано «Остерегайся очень и сохраняй свою душу очень. Вдруг ты забудешь те вещи, которые видели твои глаза, и что они уйдут из твоего сердца все дни жизни твоей. И ты должен их сообщить сыновьям своим и сыновьям сыновей своих. Тот день ты должен помнить, когда стоял ты перед Богом всесильным твоем Бхорев. При получении Торы. Это вторая речь. Значит, нужно помнить день исхода из Египта. Что был исход. Было. Было. Народ сидел в рабстве. Вообще была безысходность такая. Вообще. И Всевышний вытащил народ. Второе. Дал Тору. Надо об этом помнить. Третье. Помнишь, что сделал тебе Амалек, когда ты выходил из Египта, который напал на тебя в пути, значит, и он убивал слабых, которые шли сзади, а ты был уставший. Ты был уставший и не боялся ты Бога. Значит, и было, когда спас Бог тебя от всех твоих врагов, которые были вокруг тебя. Помним Амалека. Помни Амалека. Вспомни, что сделал тебе этот Амалек и сотри память о нем из земли. То есть Амалека действительно евреи уничтожили, выполнили это задание. Но остались вот эти Амалетитяне, они остались где-то, они растворились. Вот фашисты, например, да, чтобы стерлось их имя. А это были Амалетитяне, да. То есть они уничтожали, убивали евреев, детей убивали. Полтора миллиона детей они убили жестоко. Это могли делать только потомки Амалека. Которые были просто, у них ненависть такая, ну прям была вложена в них. Это антипод еврейского народа. Нужно всегда помнить, что они есть. Есть такие люди, чикатилы такие, которые именно настроены на то, чтобы убивать евреев. Но видите, слава Богу, что мы видим, что 3334 года прошло от исхода из Едипта. И еврейский народ помнит, да, помнит и о исходе, и о даровании Торы, и о том, что сделал Амалек. Дальше. Помни, что ты гневал Бога Всесильного твоего в пустыне. Да, это, конечно, вспоминать не хочется, но мы должны это вспоминать каждый день. Как еврейский народ, свидетели, именно те, которые видели исход из Едипта. Именно те, которые получали Тору. Они 10 раз гневали Бога и не захотели даже зайти в землю Израиля. Потом он их повернул на 40 лет в пустыню. И это было ужасно. И об этом надо помнить, что есть даже у человека, для которого Бог сделал все. Вот представьте себе, это были люди, которые были рабами, которые просто их уничтожали, убивали. Там у них не было ничего своего. И 210 лет они были в рабстве. И Бог их вывел на свободу. И они, значит, получили Тору, там, чудеса, все эти. Море перед ними раступилось. И то они все были недовольны. А когда мы об этом вспоминаем, мы думаем, вот, может быть, во мне тоже это есть. Может быть, действительно, я тоже зря недовольный такой. Дальше. Пятое. Захор эташераса, ашамалакеха, лимириам, бадерах, бетсетхем и митсраем. Помню, что сделал Бог Мириам сестре Маширабейну, когда выходили из Египта. Кто помнит, что сделал Бог Мириам? Бог Мириам сделал, что она заболела проказой. Какой ужас. Почему мы должны об этом помнить каждый день, читать после молитвы каждый день? Потому что, чтобы не говорить лошона раз, злоязычие на других людей. То есть, она сказала про Маширабейну какую-то вещь, которая была для него неприятна. Почему Маширабейну сам на это не обиделся? А Бог говорит, как ты такого человека святого? Ты про него гадости говоришь, да? Мне удивительно, почему журналисты вот этих вот левых газет в Израиле, они все вообще не покрыты проказой. И удивительно, потому что Мириам только вообще она сказала вот вообще такую маленькую-маленькую, какую-то вещь неприятную. Вот, да. Значит, наверное, потому что Мириам была святая, и святые люди, они сразу чувствуют божественную, ну вот это вот наказание. А не святые, да. А не святые, они, и так они уже все в проказе, так они поэтому дополнительно не чувствуют. Видите, а я сейчас на них сказал Ашанара. Да, ой-ой-ой, может не надо было. Если бы я помнил, если бы я представляю, если бы человек помнил, что, значит, что Бог сделал Мириам, да, каждый день вот утром бы вспомнить об этом, и тогда бы человек остерегался. Если бы все время помнить, быть осознанным, помнить эти шесть вещей, тогда будет вообще. Значит, и последнее. Захорать, йома, шабат, лекатшо, помни день шабатний, освящай его. Это то, что мы должны помнить, значит, освящать день шабатний. Давайте еще раз, чтобы не забыть. День исхода из Египта, дарование Торы. Третье, это было что? Амалек. Четвертое, это что гнева левы Бога. Пятое, что сделал Мириам. И шестое, это помнить день шабатний. Надо, я, блин, буду сейчас в ближайшую неделю читать, чтобы напоминать. Важно об этом помнить каждый день. Теперь пишет нам эта книга на сегодня, да, о йом-йом. Шесть вещей, о которых вспоминаете ежедневно, произносят также в субботу, празднике, рошашина и йом-ти-пур. Говорит нам Рэбе. То есть, может быть, ты думаешь, что в празднике не надо? Или не надо в субботу эти шесть вещей помнить? Надо. То есть, это настолько важно, что их надо помнить всегда, каждый день, включая праздники, субботу, рошашина и йом-ти-пур. И нужно произносить это в молитве. И, значит, вот видите, я, например, не произносил. Но это очень важные вещи. То есть, мышление человека так устроено, мы мир воспринимаем сквозь фильтры восприятия. И если, например, у тебя включено, активизированы вот эти шесть вещей, да, ты помнишь об этом. Вот так работает мир. Вот так Всевышний там, он специально это же сказал, помни об этом. Это же в Торе написано, помни. То есть, там прям вот эти все отрывки, которые мы сейчас читали, это прям в письменной Торе, прям прямым текстом. Бог сказал через Маше Рабейну, это важно, помни об этом. Если ты будешь об этом помнить, то тогда вся твоя жизнь изменится. Вся твоя жизнь будет идти сквозь призму вот этих вот фильтров восприятия, да, таких вот парадигм. И решения будут другими, восприятие будет другое, результаты будут другие. Все будет другим, если помнить об этих шести вещах. Дальше. Из высказывания Ребера Шаба. Был Ребера Шаба, это Пятый Реба, Честый Ребе. Он говорил так. Чего стоят знания хосинизма и богобоязненность, если отсутствует главное, любовь к другому человеку, к другому еврею, к другому человеку? Хуже того. Вместо любви ему еще и причиняют страдания. Он говорил так. Все это не работает, он говорит. Это вообще ничего не стоит. Ни Тора, ни молитва, ни заповеди, ничего, если нет любви к ближнему. Если нет любви к ближнему, то что? А если есть еще не любовь, а причинение страданий? Он говорит, это все не работает. Все это уже не работает и все. И мы видим, насколько действительно важно для Всевышнего отношение людей друг к другу. Сейчас мы перейдем прямо к недельной главе. Здесь как раз Моша Рабейну рассказывал, как еврейский народ зашел уже, подходит он к земле Израиля и навстречу ему выходят воины. Ок, Сихон, самые такие были военизированные отряды, значит, такие были как Спарта того времени. И еврейский народ сносит их просто как армия, да, сносит. Почему? Потому что единство всегда побеждает разобщенность. То есть, если мы посмотрим, вот идет война, да, идет единство. В свое время греки, например, они сильно начали побеждать. Почему? Значит, все стоят солдаты отдельно. Греки собираются в фалангу. Такую вот вместе они, как в единую, такую вот целую. Эта фаланга прорубает, значит, прорубает любую оборону любой страны и, значит, бах, и побеждает. Теперь, как победили потом греков? Тоже объединением. То есть, побеждает только объединение. Разъединение, оно сразу же делает, ну, то есть, распадаются бизнесы, распадаются семьи, распадаются люди. Представьте, одна рука туда пошла, другая туда пошла. Значит, а голова сюда пошла. Что будет человеком? Он рассыпется. Поэтому объединение, это главная, главная сила, которая помогает человеку жить, быть счастливым и так далее. Все, теперь если человек, он со всеми разъединен. Он такой, это плохо, то плохо, ты плохой, этот плохой. Он со всеми поругался. Он один остался. Понятно, да, идея? Значит, Тора, заповеди, страх перед Богом, помнить, что Бог сделал и так далее. Все это отлично работает, если это выражается в заповеди «Возлюби ближнего, как себя», в Автолерах и Камоха. Если есть только «Возлюби ближнего, как себя», но нет Торы, заповедей и понимания, что такое хорошо, что такое плохо, то тогда тоже путаница. Почему? Например, подходит какой-нибудь нудист к Стелле Якубовой и давай с нее одежду срывать. Он говорит, я люблю ближнего, как себя, я нудист, хожу, значит, голыми, значит, все должны ходить голыми. Тоже не работает. То есть есть Тора, заповеди и то, что Бог назвал добро и зло, а есть после этого, когда ты живешь в этой концепции понимания, что такое добро и зло, есть любовь к ближнему. И сказал тогда, это очень интересно, в Торе выражена заповедь «Любовь к ближнему», «Возлюби ближнего, как себя», то есть активное действие. «Возлюби ближнего, как себя». Значит, теперь прошло время и пришел один, кто хотел принять Тору, один нееврей, который хотел принять Тору, и он пришел к мудрецу Шамаю вначале и говорит Шамаю, объясни мне всю Тору, пока стою на одной наде. Шамай, значит, он был архитектор, он взял линейку большую такую, раньше архитекторы, они не на компьютере рисовали, а у них были такие линейки метровые, такая деревянная линейка, которую они камнем меряли, да. И он, значит, эта линейка написана, начал бить этого человека и, значит, говорит, как ты вообще хочешь, чтобы я тебе всю Тору, которая вся вот такая точная и огромная, и обо всем говорит, объяснил, пока ты стоишь на одной наде, ты издеваешься, что ли, надо мной? И он вот с линейкой этой, тот убежал. Он приходит к Гелелю, Гелель, это была другая школа, это была устная Тора, которая, то есть, это было две школы устной Торы, которая передавала Тору, но они по-разному смотрели, да, и когда у них были споры, то раздался небесный голос, сказал, это и это слова Бога Живого, но закон на земле идет, как школа Гелеля. Так вот, пришел этот человек к Гелелю и говорит, объясни мне всю Тору, пока я стою на одной наде. Он говорит, хорошо, сынок, говорит, слушай. Значит, то, что ненавистно тебе, не делай другому. В этом вся Тора. А остальное иди дальше учись. Вот если ты научишься не делать другому то, что ненавистно тебе, тогда, тогда, значит, все будет хорошо. Это Тора. Видите, как он изменил эту заповедь? То есть, он ее объяснил по-другому. Он говорит, в случае, если ты не знаешь Тору, что такое добро, что такое зло, что можно делать, что нельзя делать, что нужно, что не нужно, и ты в этот момент пытайся активно взаимодействовать с другими людьми по принципу возлюби ближнего, как себя, ты наделаешь ошибок очень много, да. Значит, теперь, но чтобы не наделать ошибок и использовать этот главный принцип, не делая другому того, что ненавистно тебе, это ты не делаешь. Например, все, что ты не любишь, ты другому не делаешь, но ты не делаешь ему то, что ты любишь, потому что то, что ты любишь, может быть ему вредно. Поэтому он объяснил ему очень мягко начало Тора, не делая другому то, что ненавистно тебе. А все остальное, он говорит, если ты это принимаешь, тогда уже иди дальше, учи, а что надо делать, что правильно делать, что надо делать, какие заповеди и так далее. И вот так вот, значит, он ему объяснил. Теперь здесь сегодня книга Дворим, значит, в сегодняшнем отрывке рассказывает, как еврейский народ, который был на тот момент и единый, и любили друг друга. Они побеждали во всех войнах, и, значит, захватили они вот этих вот Ога, Сихона, значит, подошли они уже ближе тогда к земле Израиля, увидели города укрепленные и так далее, но это все не помогает. Мы знаем, что были очень укрепленные города, были с Дома Амора, но они были очень богаты, очень укрепленные, и в итоге они исчезли и Всевышний их уничтожил. Сила не в коне, как есть отрывок в псалмах, что конь приготовлен для войны, а победа от Бога. И вот Всевышний нам сказал, что Всевышний любит единство, и те, кто это понимают, они начинают работать над чем? Над шаломом. Шалом внутри, шалом с близкими, и будет тогда шалом в мире. Все. Всем удачи и успехов. Шаббат шалом. Значит, в воскресенье начинается пост. Ну, у нас все равно... А, в пост нельзя учить Тору, но мы не будем учить Тору. Мы в пост тогда 10 воскресенья в 10 утра, мы поучим законы 9 ава, что можно делать, что нельзя. Законы поста мы поучим, разберем законы, как раз вот что можно делать, что нельзя. Значит, это можно учить. Законы 9 ава. Что делать конкретно вот сейчас в пост, мы будем учить. Значит, шаббат шалом. Здесь, если вы зайдете на телеграм-канал Вайкра, то там есть прекрасный урокер Ахпинка Савышетского, где он объясняет суть 9 ава, выпадающей на шаббат. Там есть законы, сборник законов, как правильно все соблюдать. И там есть много других уроков, которые объясняют с разных граней, что такое 9 ава. Ну, вообще, Вайкра — это платформа для тех, которые хотят усиливать свет божественный. Значит, присоединяйтесь, становитесь партнерами Вайкра, то есть помогайте раввинам, кто может проводить уроки, проводить уроки. И, значит, так мы усилим божественный свет, и придет Машех. Продолжение следует...